В Черкесске составился закрытый показ первого художественного фильма на абазинском языке «Три брата». Фильм снимался по мотивам народной сказки. В фильме снимались как профессиональные актеры, так и люди, не имеющие отношения к кинематографу. Съемки и монтаж, включая спецэффекты, заняли более пяти лет. Подробнее Альбина Куроченова-Кенжева. Закрытый показ фильма состоялся в кинотеатре. Создатели картины поделились, как трудились, как воодушевлялись и с какими трудностями столкнулись. Финансирование у нас было только покрывало наши расходы в плане производства фильма. Все остальное, и я, и продюсер, и актеры, и массовка, они все, огромное им за это спасибо, они все работали бесплатно, они работали за идею, и они работали от души. А что у вас воодушевляло на работу, несмотря на все трудности? Ну, естественно, это сами съемки фильма, потому что снимать фильмы, это я к этому долго шел. Я давно уже занимаюсь видеопроизводством, и в какой-то момент я понял, что я очень сильно хочу снимать фильмы. Для того, чтобы оно несло добро, для того, чтобы оно несло частичку нашей культуры, наших обычаев, как раньше наши предки жили. И что сегодня можно так же жить, что сегодня можно так же общаться. Это вот очень большой пример будет для молодых людей, которые не знают или хотят узнать о своей культуре, о отношениях между младшим, старшим, между какими-то другими людьми, да, и так далее. Основные роли исполнили 16 актеров. В эпизодах было задействовано 39 актеров. Это люди разных профессий и национальностей. Участие в съемках оказали и добровольцы, предоставляя необходимый реквизит территорию помещения. Для съемок были выбраны живописнейшие места Карачаева-Черкезии, Ставропольского и Краснодарского краев. Я когда увидел зеленый спортзал, обклеенный зеленой тканью, хромакей для виртуальной реальности, для компьютерной графики, я своим глазам не поверил, чтобы в Карачаево-Черкезии умели делать компьютерную графику в масштабах, как в голливудских студиях. Я просто не верил, думал, этого не может быть. Я потом день ходил, два ходил. И я понял, что если есть такие люди, как стоящие сейчас перед нами, то мы можем замахнуться на что-то, что не все в России вообще могут сделать. И тогда, клянусь, в этот момент я поверил в то, что нам надо брать высоту. За основу сюжета была взята сказка, как «Три брата обманули князя». Зрителям предложили путешествие в страну добра и зла, чести, лжи, дружбы и любви. Автор сценария Аслан Апсов наполнил фильм кавказским духом, дав возможность почувствовать, чем и как жили абазины в давние времена. То, что я испытал, это очень круто. И еще раз мне хотелось попросить поаплодировать за это, потому что в этот момент даже нас снизу пробило. Зрители остались в восторге от просмотра картины. Фильм мне понравился, было очень интересно. Сказку я не читала, но сам сюжет очень впечатлил. В данный момент организаторы обдумывают возможность показа фильма массовому зрителю. Альбина Курочинова, Кенжи Ванжела Джебекова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.